Эта история Леонида Млечина для тех, кому небезразлична наша прошлая эпидемия, усугубляется ожиданием экономического кризиса, поэтому так важны все идеи, которые могут помочь в это тяжкое время. И возникает тема, которая на самом деле специалистам давно известна, это всеобщий базовый доход. Речь идет о том, что каждый гражданин, взрослый, естественно, вне зависимости от того, каково его реальное экономическое положение, есть у него работа или нет, зарабатывает он что-то или нет, получает из казны определенную сумму, которая позволяет ему даже в трудные времена спокойно жить и не ощущать тревоги. Идея эта возникла на самом деле несколько лет назад в результате его стремительного развития современных технологий, когда возникло ощущение, что роботы, автоматизированные системы, компьютерные технологии вытесняют целые специальности. Ну, собственно, это происходило всегда. Я когда был маленький, ездил в троллейбусе, заходишь, протягиваешь контролеру 4 копейки или пятачок, она тебе копейку сдачи давала, и она отрывала билетик. А потом, я помню, я вошел в какой-то день в троллейбус, а вместо контролера стоит железный ящик, туда бросил 4 копейки, сам себе открутил билетик. Теперь это происходит, такое исчезновение целых профессий происходит значительно быстрее, и порождает страх у людей, что они могут остаться без работы и без всякой эпидемии, без экономического кризиса, а просто в силу развития общества. И возникла эта идея, что любой человек должен получать определенные деньги. В 16-м году, 4 года назад, летом 16-го года, в Швейцарии был приведен даже референдум на эту тему. Швейцария – страна прямой демократии. Здесь все решается путем голосования, или на федеральном уровне, или на уровне отдельных кантонов. И в 16-м году был поставлен вопрос о том, что каждый гражданин Швейцарии, может быть, должен получать базовый доход, называлось цифров 2500 швейцарских франков, это примерно 2500 долларов, можно пересчитать, сколько в 16-м году это было, а в переводе на рубли, и всем швейцарцам было предложено ответить на этот вопрос. Считает они это полезным или нет? И 78% опрошенных высказались против. Швейцарцы сказали, не надо этого делать. Почему? Ну, самым громким аргументом было заявление одной из политических партий, которая сказала, что при открытых границах, представляете, что произойдет? Если мы у себя здесь будем платить каждому человеку по 2500 швейцарских франков, нам переедет полметра. Ну, на самом деле, это не самый убедительный аргумент, потому что, естественно, имелось в виду, что эти деньги будут предоставляться только гражданам Швейцарии, а гражданство свое Швейцарии дают крайне неохотно, даже тем людям, которые вступили в брак с гражданами Швейцарии, поэтому не в этом состояла опасность. Идея платить деньги ни за что противоречит швейцарским представлениям о том, как надо жить, противоречит швейцарской трудовой морали. Я помню, я был в гостях в одной швейцарской семье, где отец семейства, мой коллега, видный на швейцарском телевидении человек, и за столом обсуждался вопрос о том, что его жена ищет работу и не может найти. И у меня возник вопрос, а что, он не может попросить кого-то из друзей? И вдруг я понял, что это на швейцарский не переводится. Ни на один из языков, которыми пользуются в Швейцарии, ни на немецкий, ни на французский, ни на итальянский, ни на ретро-романский не переводится, поскольку это противоречит представлениям швейцарцев о трудовой морали, в которой нельзя просить за свою жену, и надо честно работать и получать деньги только за заработанное. Но, тем не менее, эта неудача в Швейцарии не смутила сторонников этой идеи. В начале 1917 года в Финляндии был проведен утвержденный правительственным эксперимент по выплате такого базового дохода. Отобрали 2000 человек в возрасте от 25 до 58 лет. Безработные. Им платили 560 евро. Тоже можно пересчитать, сколько это было в 1917 году в российских деньгах. Платили им два года. Через два года эксперимент закончился. В прошлом году были предварительные результаты этого исследования. А в этом году должны быть окончательные, если, конечно, у финнов сейчас есть возможность довести этот анализ до конца. Что показали предварительные итоги? Изменилось психологическое состояние этих людей. Они утратили страх. Они брели уверенность в жизни. Их физическое здоровье улучшилось. То есть эксперимент оказался абсолютно удачным. Финны отдать им должное небольшое государство. Одно из передовых, там, блестящая система образования. Там стремительно идут эти технологические перемены. И там задумались о том, а что делать людям, которые в силу этих перемен могут оказаться жертвами прогресса и остаться без работы. И они вывели главное, что помимо того, что человек получает действительно необходимые ему деньги для жизни, он обретает, ему возвращается уверенность. Он утрачивает чувство страха. В Соединенных Штатах во время нынешней предвыборной кампании один из тех, кто хотел баллотироваться от демократической партии, Эндрю Янг, выдвинул идею всеобщего базового дохода для всех американцев. Ну, его избирательная кампания шла неудачно, он сошел с дистанции. Но сейчас о нем вспомнили, и он стал вспоминать эту свою идею. И она обсуждается, потому что в Соединенных Штатах мало того, что высокая заражаемость, там огромное число людей болеет, там уже колоссальная безработица. За последние недели 17 миллионов человек обратились за помощью как безработные. 17 миллионов человек. Никогда в Соединенных Штатах такого не было. Выяснилось, что это процветающая в капиталистическом мире, самая капиталистическая в мире страна, страдает большими недостатками в сфере здравоохранения, и социального обеспечения. И вот в Соединенных Штатах тоже заговорили о том, что, конечно, там выделены огромные триллионы на поддержку экономики. Там выплатят людям с невысоким уровнем дохода до 1200 долларов. Но это одноразовая выплата. Эндрю Янг и другие говорят о том, что нужно сделать это ежемесячно, что нужно поддержать таким образом людей, которые остаются без работы, и поддержать их настроение. И вот последний пример, и самый важный. Правительство Испании фактически уже приняло это решение о том, чтобы всем испанцам выплачивать порядка 475 долларов, ну, около 500 долларов в месяц. И, как говорят испанские министры, речь идет не об этих месяцах, когда страна тяжело переживает эпидемию, а о постоянном решении о том, что все испанцы получали бы эти деньги. И таким образом они не только были бы гарантированы от всяких экономических потрясений, но и к ним вернулась бы утрачиваемая сейчас многими уверенность в жизни. Что важно отметить? В Испании, в отличие от других стран, к власти приходят последние годы не популисты, не экстремисты, а центристские правительства, которые высоко ценят общеевропейскую идею. То есть это люди крайне здравомыслящие. Они поняли, как важно на фоне того, что там сейчас происходит, дать людям и деньги, которые помогут им продержаться, и уверенность в жизни. Я думаю, что эта тема будет обсуждаться все более серьезным образом, потому что, как показывает история, всякая такая колоссальная пандемия влечет за собой в том числе и пересмотр отношений между трудом и капиталом. Причем не в пользу капитала, а в пользу людей труда, которые требуют соблюдения своих прав. Можно предположить, что после того, как эта трагическая страница истории, бог даст, будет перевернута, нас ждут определенные социальные потрясения, нужно к ним подготовиться. Осенью 1347 года несколько судов приплыли в итальянские порты. Помимо моряков и товаров, там было немалое количество крыс. А у этих крыс были крысиные блохи-переносчики чумы. И началась эпидемия, которая за четыре года охватила Европу и Ближний Восток. Потом вспышка угасла, а через 10 лет вернулась. А потом на протяжении полутора-ста лет чума вновь и вновь атаковала Европу. И вот одно из последствий этих эпидемий было изменение отношений между трудом и капиталом. Поскольку огромные были человеческие жертвы, то рабочие руки оказались в цене. Если раньше люди искали работу, то теперь работа искала людей. И вот мы смотрим по воспоминаниям того времени, по запискам того периода, что работодатели дико жаловались на то, что рабочие не соглашаются, ну и сельскохозяйственные рабочие там в первую очередь, не соглашаются на те условия, которые им навязывают, требуют более высоких зарплат. И деваться некуда. Если ты хочешь, чтобы у тебя был урожай осенью, будь любезен, заплати людям. И там с раздражением пишут, что теперь рабочие так много и хорошо едят, уже ходят в мехах. И это повторялось не один раз. Эти эпидемии влекли за собой, конечно же, повышение стоимости рабочей силы. Люди хотели получать больше за свой труд. И постепенно это вело к установлению новых отношений между трудом и капиталом. Конечно, сопротивлялась аристократия, землевладельцы крупные, как могли. В Англии дик короля был издан, который навязывал рабочим требования, чтобы они подчинялись работодателю. Но реальная жизнь все это опрокидывала. И постепенно это привело к установлению совершенно других отношений между рабочими и работодателями, к появлению профсоюзов, кодексов минимальных оплат труда и так далее. Правда, не везде. Скажем, в Восточной Европе землевладельцы, крупная аристократия была более жесткой, более влиятельной. От Пруссии в Польше, в Российской империи. Это привело к другому процессу, к ужесточению отношения к рабочим, к работающим людям, к сельскохозяйственным, в основном рабочим в Российской империи, к крепостному праву, которое иногда у кого-то вызывает одобрение. На самом деле крепостное право, конечно же, было не только бесчеловечным, но и сдерживающим экономический прогресс. Мы смотрим, что расцвет России, настоящий расцвет наступил после того, как это крепостное право было отменено. И к началу 20-го столетия в России пошел невероятный экономический подъем. Вот когда Россия входила в пятерку ведущих стран и легко входила, и больше никогда за последующее столетие не повторялся этот успех. Причем этот экономический успех вел к формированию того, что сейчас называют средним классом. Когда ты смотришь экономическую статистику начала 20-го столетия, ты видишь, как много крестьян, которые вышли из общины, заняли деньги в банке, купили землю, а успешно ее возделали, используя все достижения агропромышленного комплекса того времени, удобрения, сельскохозяйственную технику, которую закупали тогда в больших количествах, добивались успеха, зарабатывали много, росло число банковских вкладов. К крестьянству, то есть они превращались в средний класс, который всегда является опорой общества. То есть освобождение от навязывания жестких условий труда провело к колоссальному подъему российской империи. Разумеется, все исторические аналогии очень опасны, и мы с вами очень любим историю, мы должны быть осторожны, и проводить параллели не стоит, потому что, слава тебе, господи, современный уровень развития здравоохранения, современное общество уверен позволит человечеству выйти из этой беды с значительно меньшими потерями. Но недовольство в экономической сфере, социальное недовольство, глубокая нелюбовь, я так дипломатично выражусь, к людям богато, ведь созревают уже достаточно давно, еще и до нынешней эпидемии, еще с прошлого экономического кризиса 2008 года в мире зреет это тяжелое недовольство экономическим социальным неравенством. И поэтому такую поддержку получают популистские партии, которые обещают перераспределение богатства. Сейчас эти настроения могут только усиливаться, и поэтому необходимо подумать о том, что сделать, чтобы, во-первых, а, помочь сейчас людям в эти трагические минуты, б, предупредить возможность социальных каких-то потрясений, избежать их. И в этом смысле идея всеобщего базового дохода, который дает любому человеку в любой ситуации не только деньги, которые ему необходимы для повседневной жизни, но уверенность себе. Мне представляется идея очень перспективная, которую точно нужно обсуждать, потому что одна из важнейших вещей состоит в том, чтобы избавить людей от чувства страха, тревоги, неуверенности. Дело не только в том, что это бедственное состояние для человека, это и бедственное состояние для общества. Общество, в котором сильны эти настроения, оно же не движется вперед, оно не развивается, и оно с трудом справляется, с большим трудом справляется с теми проблемами, которые стоят сегодня перед всеми нами. Ну, и дальше будем обращаться к истории, которая в какой-то степени помогает нам понять, что и делать сегодня. Ну, чтобы не пропустить, ставьте лайки под этим видео, подписывайтесь на мой канал в YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok